Айгуль Галякберова Предпоследняя радость Лена посмотрела на своё отражение, поправила чёлку, щёлкнула зеркальцем и вышла из машины. Сегодня был её первый рабочий день. Конечно, она волновалась, хотя причин особых не было. На собеседовании ей ясно дали понять, что очередь из желающих на вакансии социального работника дома престарелых не стоит. Потому что должность непрестижная, малооплачиваемая, хотя и непыльная, прямо пояснила директор. Вакансий и вовсе не было бы, но несколько лет назад дом престарелых радость, не название, а издевательство какое-то, попал под программу по изучению взаимосвязи между продолжительностью жизни и коммуникацией. Иными словами, в штат вводилась единица, в обязанности которой входило общение со стариками. На каждого отводилось определённое количество времени, иногда 15 минут, иногда час. Всё это было составлено в план-схему, которой предписывалось придерживаться, делать пометки в бланке и сдавать их руководителю. Руководство отправляло их в институт, затеявший исследования. Лена пошла на эту работу по одной причине – отвлечься. Ей было 37, чуть полновато, с печальным лицом и мировой тоской в голубых глазах. Тосковала она по не случившейся беременности. С мужем они вместе вот уже 10 лет, а наследников нет. Врачи разводят руками, ЭКО не помогло, многочисленные обследования изматывали морально. При последнем посещении её врача-гинеколога заменяла пожилой врач, как она позже выяснила, профессор, кандидат медицинских наук. Она ей сказала фразу, за которую Лена уцепилась. «На работу вам надо, милая», поймав удивлённый взгляд, добавила, «отвлечься». «Знаете, сколько я видела беременностей, которые произошли после того, как супруги отпускали ситуацию?» «Пару десятков точно. Найдите себе сволочной коллектив. Пока будете играть в подковёрные игры, не заметьте, как забеременеете». «Вы шутите», выдавила я себе Лена. «Отнюдь нет». «Ну, или второй вариант. Идите в помогающей профессии». «Вы кто по образованию?» «Медсестра». «Отлично! Скорая помощь в травмпункте». «Я подумаю». «Не надо думать, делайте». Лена рассказала мужу о разговоре, тот пожал плечами. «Хочешь, иди работай». Экстремальный травмпункт Лена отмела. Да и вообще в больнице нет желания работать. После получения диплома работала, хватило. Через неделю поисков наткнулась на объявление о социальном работнике в доме престарелых. Внутри ёкнула. Она откликнулась на зов, и вот сегодня её первый рабочий день. Она даже не представляла, что можно заполнить день чем-то, кроме мысли о беременности. «Права, профессор, надо отвлечься». Анастасия, так представилась девушка, покидающая должность, передавала ей подопечных. Лена с трудом отвела взгляд от её большого семимесячного живота и заставила себя слушать. «Значит так, со всеми коммуникацию поддерживать не надо. Вот список из 16 человек, подходящих по параметру. 8 стариков, 8 старух. Клара Семёновна, 84 года, в молодости играла в театре. Вот тебе книжка на закладках её любимые моменты. Можно каждый раз обсуждать одно и то же, всё равно всё забывает. «Николай Андреевич». Настя продолжала тыкать в список и комментировать каждую фамилию. «Вот вроде всё», – подытожила она наконец. «А вот этот», – Лена показала на последнюю фамилию. «А, это Валерий Леонидович. Его вычеркиваю, он уже не в программе. Не хочет общаться. Вредный старикашка, я бы даже сказала, злой. Чуть ли не матом покрыл меня, когда я к нему пришла. Он такой вредный. Выписывает себе какие-то журналы. Журналы, общими брезгуют, что ли. Читает их, а потом выкидывает. Нет, чтобы в библиотеку отнести. В общем, его уже исключили из программы. Вместо него Кузьма Ильич. Ясно. Ну вот и всё. Отмучилась. Она перешла на шёпот. Я ж сюда уже беременной пришла. Но никому не сказала. Декретные нужны. Знала бы, что залетела, из поликлиники не ушла бы. Там доходила. Вот и устроилась в первое попавшееся место. Чтобы с декретными не пролететь. Понятно. А здесь хоть зарплата небольшая, но белая. Да и не минималка. Так что заживём. Она хитро подмигнула, погладила свой живот и направила их к двери. Ну пока. Пойду с девчонками попрощаюсь. А со стариками? Они не заметят, что сегодня ты придёшь. Вся эта программа фигня. Ну ты сама увидишь. Чао. Удачи. Лена взяла список подопечных. Невидящим взглядом пробежалась по именам. А в голове только одна мысль. Есть такая примета. Если придёшь на место беременной, вскоре и сама забеременеешь. Хоть бы сработало. Вздохнув, она пошла знакомиться с подопечными лично. Клара Семёновна, первая в списке. К ней пойду, чтобы не запутаться. Она медленно шла по тёмному коридору, читая таблички. Библиотека, зал отдыха, процедурная. Воздух пропитан запахом казённой пищи, лекарствами. Лена поёжилась. Не дай бог оказаться здесь в старости. Вот и четвёртая комната. Она тихо постучала и медленно приоткрыла дверь. Клара Семёновна делила комнату, не хотелось бы называть это палатой, с ещё одной бабушкой. Узкие кровати с цветастыми покрывалами. Из-под подушек торчат ночные сорочки, тапочки под кроватями. Рядом валяются шерстяные носки. Занавески в цветочек и тщедушный алоэ на подоконнике. Тумбочки разного цвета завалены фотоальбомами, журналами, какими-то тряпицами. Сбоку от кровати объёмные пузатые шкафы, из которых вываливались рукава одежды, мохнатая шаль, платки. В дальнем углу небольшой стол, застеленный клеёнкой. На нём графин с водой, кружки и вазочки с печеньем. Рядом два старых стула. В общем, гостей не позвать. Я его слепила из того, что было. Пронеслось в голове у Елены. Старушки сидели на своих кроватях, и в руках у них не было ничего. Ни журналов, ни вязания. Чем они занимались? Разом повернули голову на шум двери. Здравствуйте. Меня зовут Елена Сергеевна. Можно просто Лена. Я вместо Анастасии. Здравствуй. Я Клара Семёновна. А это Ираида Максимовна. Она вас не услышала, глухая почти. Понятно. Вы разрешите? Лена указала на стул, стоящий рядом. Так и внула. В чём разговаривать с незнакомой бабушкой, да ещё и в доме престарелых. Лена отчаянно искала повод для разговора, но Клара Семёновна пришла ей на помощь. Значит, теперь вместо Насти вы со мной о театре вести беседы будете. Почему о театре? Слегка опешила женщина. Так Настя только о нём и говорила. Придёт, притащит стул и давай о нём разглагольствовать. Всё одно и то же говорит. Я молчу, киваю, а самой страсть как надоела. А обидеть боязно, беременная же, мало ли что. Сама в молодости чуть что в слёзы бросалась. Я в театре в последний раз студенткой была, так что о нём ничего не знаю. Разве только вы сами просветите, но я не настаиваю. Я вот о чём хочу спросить, Леночка. Вон тот горшок, видите? Она указала острым подбородком на подоконник. Вот нельзя ли его выкинуть? Ой, я не знаю. Наверное, это у старшей сестры надо спросить. А я у тебя спрошу. Знаешь почему? Потому что новенькие всегда ответственнее к работе относятся. Старшую я просила тысячу раз. Она говорит, в других комнатах также, мол, поставить некуда. А я б его совсем выкинула. И что вы вместо него поставили бы? Фиалки. Они такие маленькие, неприхотливые, яркие и цветут долго. Давайте я этот алоэ прямо сейчас заберу. Найду, куда пристроить. А с фиалками подумаем. Идёт? Ой, детонька. В глазах старушки впервые появился интерес. Я тебе век благодарна буду. Так надоел он своими кривыми ветками. Пробыв в комнате номер 4 еще пять минут, Елена вышла с горшком алоэ в руках. Поставила его в комнате для персонала и отправилась знакомиться с другими подопечными. Из дома престарелых вышла позже, чем планировала. И в задумчивом состоянии. Вечером она делилась с мужем впечатлениями о первом рабочем дне. Мне кажется, в доме престарелых примерно как в детском саду. Некоторые такие капризны, ничем не пробить. А некоторые сидят и улыбаются, сериалы смотрят. Персоналу приходится нелегко. Хочется чем-то помочь этим людям. Ну ты вроде и так помогаешь. Развлекаешь стариков, разве нет? Я не про персонал. А как раз про стариков. Как ты им поможешь? Не знаю пока. Начну с того, что буду выполнять свои прямые обязанности. Слушать их, беседовать. А не так, как делала это Настя. А супружеские обязанности ты не хочешь выполнить? Дима хитро улыбнулся. А Лена поймала себя на мысли, что после ухода Настя она ни разу не подумала о беременности. Может, действительно работа поможет отпустить ситуацию? И тогда... На следующий день Лена пришла на работу с ноутбуком. И, зажав его подмышкой, направилась в комнату номер 4. Клара Семеновна, не спите? Нет, какой спать? На улицу смотрю. Теперь, когда этого цветка нет, мне хорошо все видно. Спасибо, Леночка. А я как раз по этому поводу. Только не вертай его обратно. Нет-нет. Женщина села на кровать и раскрыла ноутбук. Вот смотрите, что я нашла. Что это? Каталог цветов. Давайте выберем фиалки, которые вам нравятся. Выходные я съезжу и куплю. Старушка непонимающе уставилась на нее. Как это выберем? Как в магазине. Только на кровати. А потом вы дадите мне инструкции по грунту, горшкам, ну и что там еще надо. Я все привезу и вместе пересадим. Клара Семеновна все еще непонимающе смотрела бесцветными глазами. Лена продолжила. У меня дома нет ни одного цветка. Я не знаю этих премудростей по уходу и пересадке. Вот вы меня и научите, Клара Семеновна. И у вас в комнате красивее станет. И мне польза. Вдруг когда-нибудь дачу купим? У меня хоть какие-то знания будут. Ну, давайте, показывайте ваш магазин на кровати. Довольно протянула старушка. Минут сорок они выбирали фиалки. Глаза разбегались от обилия цветов. Хотелось все. Но подоконник слишком узкий для такого количества. Наконец, выбрали три для подоконника и два, чтобы ставить на тумбочке. Еще полчаса Лена писала список, который необходимо купить для посадки цветов. Наконец, она встала с кровати. Клара Семеновна сияла. Ах, Леночка, я уже жду следующей недели, прям как в детстве дня рождения. Хотя и подарков нам почти не перепадало, а все равно ждали. Мамка пирог пекла, отец хоть маленькую да игрушку дарил. Вот и настроение у вас лучше, улыбалась Лена. Старушка мечтательно смотрела на окно. Сюда бы еще сцепандус или хойю. Это ползучее растение, пояснила она. Можно было бы красиво вокруг пустить. В следующий раз, хорошо? Конечно, милочка. Не все удовольствия в один день. Как человеку мало надо, думала Лена, идя в кабинет персонала, положить ноутбук и, повторяя про себя, чтобы не забыть, сцепандус, сцепандус. Вместо положенных 30 минут она пробыла у Клары Семеновны почти полтора часа. Теперь придется нагонять. По графику сегодня еще семь старичков. Потом составить отчет. Задержавшись на работе, Елена шла к машине уставшая, но очень довольная собой. Старички оказались не такими уж и скучными собеседниками, как рассказывала об этом Анастасия. У каждого за спиной был приличный узелок жизненного багажа. Кто-то с радостью вспоминал работу, кто-то жаловался и ныл, но никто не отказался быть выслушанным. Лена вспомнила, как к ней подбегали дети на площадке и делились своими радостями и бедами. В этом они похожи со стариками. Неважно, знаком ли собеседник. Важно, что в эту минуту он готов принять участие в твоей жизни. Почту принесли. Старшая медсестра положила на стол кипу журналов и газет. Леночка, вас не затруднит нести это в библиотеку, когда пойдете в ту сторону? Нет, конечно, занесу. Здесь пара газет Ракову. Отдадите? Из какой он комнаты? Два четвертой на втором этаже. Он не ваш подопечный. Это высокий худой мужчина. В синей Олимпике ходит. Да, он. Вечно злой ходит. Он давно здесь? Нет, наверное, год. Но он никак не привыкнет к этой жизни. Ни с кем не хочет общаться. Замкнут. В общем, сами увидите, если он соизволит с вами поговорить. Лена поднялась на второй этаж. Ладони вспотели, сердце стучало громче обычного. Неделя в доме престарелых приучил ее к тому, что стучать надо громко. Но перед дверью с номером 24 она оробела и чуть слышно ударила костяшками пальцев. «Войдите!» Услышала она приказ. Приглашением это назвать было сложно. Лена открыла дверь, вошла и огляделась. Обычно в комнате находилось что-то, с чего можно начать разговор. Но в комнате Валерия Леонидовича было пусто. Привычная разномастная мебель, кровать, шкаф, тумбочка, стулья. Но личных вещей почти не было. Разве что тапочки выглядывали из-под кровати и кружка на столе. На тумбочке даже газет нет. Комната выглядела нежилой. В середине комнаты стоял высокий пожилой мужчина. Руки в карманах Олимпийки, взгляд хмурый, неприветливый. — Здравствуйте, Валерий Леонидович! — стараясь сохранять веселый тон, протянула Лена. — Здравствуйте! — Вам газеты. Она протянула руку. — Спасибо! Мужчина взял их, не отводя от нее колючего взгляда. Ей стало неуютно, захотелось быстрее сбежать. Она сделала попытку завязать разговор. — Вы один? Соседа нет? — Как видите. Мужики меньше живут. Не всем посчастливилось попасть сюда. Умерли в своих квартирах. — Ясно. Но я пойду. — Всего доброго! — прохрепел он. Лена закрыла дверь и поспешила прочь от этого неприветливого мужчины и неуютной комнаты. В понедельник Лена шла к дому престарелых с пакетами из хозяйственного магазина. Отнесла их в комнату персонала и тут же вернулась за ящиком, в котором ютилось пять горшков с разными сортами фиалок. Клара Семеновна смотрела на нее из окна, по-детски прижав лицо к стеклу, слегка приплющив нос. Она замахала ей руками и, кажется, встала на цыпочки. Лена подняла ящик чуть выше, в знак приветствия. Чертовски приятно доставлять людям радость. Переодевшись, сразу направилась в комнату номер четыре. «Леночка, милая, неужели принесла?» «Конечно, я же обещала!» «Вот пакет, разбирайте, я за цветами. Будем пересаживать, вы за главную». «Ой, как здорово!» – совсем по-детски воскликнула старушка. Пока Елена ходила за цветами, Клара Семеновна освободила стол, постелила старые газеты, расставила горшки. «Гляди, какая красавица!» Поднимая маленький горшок к окну, восторгалась старушка. «Листочки у ней толстые, но хрупкие. Сожмешь в ладонях, а он хрум и сломается. А на этом месте шрам останется, потом отвалится. А на ощупь листок бархатистый, мягонький. А знаешь почему? Все из-за вот этих белесых волосков. Леночка, встань вот сюда, под этим углом. Посмотри. Видишь, как много их? Потрогай. Чувствуешь, какой пушистый? А края, видишь, резные. Мне раньше казалось, будто кто-то специально маникюрными ножничками их вырезал. А ежели перевернуть его, то он совсем другой. Смотри, смотри, Леночка. Видишь? Лицевая сторона зеленая, издалека дымчатая из-за волосков, а изнаночная сторона фиолетовая. Необычно, правда? А вот приглядись к жилкам. Они на ребра похожи. Вот ведь природа умница. Ребра листочку сделала, чтобы он крепче был. Тонкими пальцами проводила она по листочкам, и в ее бесцветных глазах загорался свет. Лена с улыбкой смотрела на старушку, переводила взгляд на фиалку. Надо же, какие мелочи! А она раньше не замечала. А Клара Семеновна уже начала готовиться к пересадке. Фиалки любят воздух, поэтому обязательно дренаж и песок, иначе хуже цвести будут. Но сперва надо сполоснуть горшок раствором органцовки, обеззаразить. Они не любят большие емкости и яркого солнечного света. Знаешь, существует легенда об их происхождении. Расскажете? Слушай. Клара Семеновна пересаживала цветы и все говорила, говорила. А Лена смотрела на нее и любовалась. Ее бабушки умерли давно, и где-то воображения не должны были быть такими, хозяйственными и рассказывающими. Леночка, а шестой горшок для чего? Ты купила лишний по ошибке. Чек сохранила, можно вернуть в магазин. Нет, это не ошибка. Это сюрприз. Смотрите, что у меня есть. Она вытащила из кармана листочек, стебель которого обернут влажной салфеткой. Сцепантус! Воскрикнула Клара Семеновна. Я его украла в магазине, зашептала Елена. Когда-то давно слышала, для того, чтобы цветок хорошо рос, его надо незаметно от хозяев украсть. Вернее, отломить листочек. Тогда он приживется. Клара Семеновна засмеялась. Ах ты, хулиганка! Да, есть такая примета среди цветоводов. Но сейчас мы его посадить не сможем. Надо, чтобы корни пустил. Вот поставлю его в стакан с водой, а как даст корни, пересажу. Ох, и наведу я тут красоту! И не сомневаюсь. Соседка Клара Семеновна и Рейда Максимовна тоже включилась в процесс. Сходила за водой, пыталась участвовать в разговоре, что было сложно из-за проблем со слухом. Но все же работа кипела. И, выходя из комнаты, Елена улыбалась. Постепенно она находила общий язык со своими подопечными. Кто-то любил печь и делился рецептами. Кто-то показывал фотографии, вспоминал молодость. Кто-то рассказывал о доме. Она заметила, что большинство стариков скучает и оттого становятся ворчливыми, недовольными, капризными. Ей пришла в голову мысль приобщить их к работе. Руководство, как и полагается, встретило предложение критикой. Да большинство из них все забывает. У многих руки трясутся от слабости. Нельзя же эксплуатировать пожилых. Но Елена мягко возражала. Забывают они то, что сделали пять минут назад, а спроси рецепт пирога, да грамма вспомнят. И эксплуатировать их никто не собирается. Будут просить о помощи. Вон Аркадий Егорыч, по даче скучает. Листья вызвался подмести. Лидия Николаевна пирог может испечь. Лена сама проконтролирует. Дарья Ивановна всю жизнь медсестрой работала. Может в этом вопросе помогать. Она еще вполне живчик. Заинтересовать их нужно, к жизни пробуждать, понимаете? Убеждала она. Вроде бы все хорошо, за ними ухаживают, кормят, развлекают. Но от того, что сидят без дела, они себя никчемными чувствуют. Говорят, что списали их давно. Ну а кому понравится бесполезным овощем сидеть? Не все ведь нуждаются в специальном уходе или совсем немощные. Из моих подопечных практически все могут что-то делать. И я не предлагаю эксплуатировать их. Просто найти полезное занятие для каждого желающего, чтобы они свою значимость почувствовали. Не одну неделю вела Елена такие разговоры и тихо-тихо двигалась в нужном направлении. Вот уже Аркадий Егорыч не просто на лавочке сидит, а дворнику помогает. Клару Семеновну соседи попросили на их подоконниках цветы посадить. И она с радостью занялась размножением фиалок. Лидия Николаевна пирог испекла. И на удивление ничего не опрокинула, воскликнула повариха. И действительно, настроение у постояльцев дома престарелых радость улучшилось. Даже врачи заметили, что с жалобами обращаются реже. Некогда им. Вон снег падает над дорожки почистить. Книги в библиотеке истрепались. Пора подклеить. И других дел хватает. Только Валерий Леонидович не участвовал в общих делах. Хотя на вид он был вполне здоровым и дееспособным. В комнате отдыха сидел особняком. Практически не разговаривал. А если комментировал происходящее на экране, то обязательно язвительно колко. После новогодних праздников директор пригласил Елену в кабинет. «Елена Сергеевна, к нам поступила сложная женщина. Мне кажется, вы справитесь с ней. Вы умеете находить к ним подход. Это не входит в рамки ваших обязанностей. Моя личная просьба». «Так волнительно, боюсь, подвести. Вам нужно только попробовать разговорить ее. Выяснить причины странного поведения. Оно действительно странное?» Алла Эдуардовна пришла к нам в первых числах января. Буквально заставила принять ее. Ей всего 75 лет. По нашим меркам еще молодая. И во всем остальном ей сюда рано. Память нормальная, себя обслуживать может. Да и родственники отговаривают. Так что она сама пришла, удивилась Елена. В том-то и дело, что да. Сын говорит год назад, как взбесилась, стала заводить разговор о доме престарелых. Живут в частном доме. Места хватает. У Аллы Эдуардовны своя комната. С невесткой и внуками отношения ровные. Ну, это со слов сына, конечно. Но мать настаивала, чтобы ее отвезли сюда. Не просто настаивала, а доставала всех. Я помню, она нам осенью звонила, спрашивала о ценных условиях. В общем, достала близких так сильно, что сын привез ее после Нового года сюда. Странно. Может, ее все-таки обижают? Если честно, мне так не показалось. Вроде сын нормальный человек. Невестка плакала, когда прощались. Сама Алла Эдуардовна держалась бодрячком, шутила. Утром медсестра к ней зашла, она вся в слезах сидит. Соседка шепнула, что всю ночь она плакала. Может, ей не я, а психолог нужен? Был бы он у нас, Лена Сергеевна, воскликнула Светлана Юрьевна. У меня вся надежда на вас. Вы с ними как с детками малыми возитесь. Я постараюсь. После обеда она постучала в седьмую комнату. Здравствуйте. Маргарита Егорна, говорят, у вас соседка появилась. Вот познакомиться пришла. Здрасте, да. Не одна я теперь. Я Елена Сергеевна, будем знакомы. Повернулась она к новенькой. Алла Эдуардовна, бодро ответила женщина. Вы успели уже осмотреться, познакомиться с кем-нибудь? Нет, пока вот только с Ритой. Я же не для знакомств сюда пришла. А для чего? Пожилая женщина замкнула губу в тонкую ниточку. Ничего не ответила. Алла Эдуардовна, я помогаю адаптироваться и знаю, что многие очень талантливы. А еще многим скучно сидеть без дела. Если возникнет желание применить свои навыки, то дайте знать. Что-нибудь придумаем. Например, Клара Семеновна из четвертой сажает цветы. Уже три комнаты украсила фиалками. И до вашей доберется, если хотите. Спасибо, я подумаю. Елена пробыла в комнате еще минут пять, но с новенькой не разговаривала. Нельзя спорога лезть в душу. Прошло три недели. Алла Эдуардовна все так же жила в доме престарелых радость. Сын регулярно звонил, приезжал с семьей в выходные. Из другого города приехала дочь. Но возвращаться домой женщина отказывалась. Причин такого поведения никому не объясняла. Однако таяла на глазах. Вначале перестала есть. Говорила невкусно, слишком холодная или горячая. Нет аппетита. Сын привозил домашнюю еду. Она клевала, как птичка, и отодвигала тарелку. Затем перестала вставать. Объяснила просто. Не хочу. Хочу лежать. Оставьте меня в покое. Директор радости, видя, что ситуация ухудшается, занялась поиском психолога. Елена каждый день приходила к Алле Эдуардовне, сидела у кровати и разговаривала, пытаясь найти ту ниточку, за которую можно ухватиться и вытащить женщину из трясины, в которой она добровольно себя затолкала. Выйдя однажды из комнаты, Елена столкнулась с Валерием Леонидовичем. «Что? Молчит, как партизан на допросе?» – неожиданно прохрепел тот, неприятно ухмыльнувшись. Елена разозлилась. Не понравилась ей эта ухмылка и издевательский тон. «Не соглашается, в себе держит. На окружающих свое недовольство не выплескивает. Это вы обо мне, что ли?» «А что вы злорадствуете, Валерий Леонидович?» – смягчилась женщина. «Мы не знаем, как помочь. Она от всего отказывается». Глядя куда-то мимо нее, старик сказал. «Сдается мне, что она наказывает себя за что-то. В чем-то виновата себя считает. Оттого и поведение такое». «Наказывает?» «Послыхали о самобичевании?» «Знаете, что это?» «Конечно». «Вы так думаете?» «Уверен на сто процентов. Узнаете, за что казнить себя, сможете вытащить». «Спасибо, Валерий Леонидович». «Да не за что». Все так же неприятно хмыкнул старик и пошел в сторону лестницы. Елена пошла в комнату для персонала. Налила чай и принялась обдумывать слова Валерия Леонидовича. Судя по поведению Аллы Эдуардовны, он прав. Женщина наказывает себя за что-то. Она вспомнила все, что знает о ней. Работала в торговле, репутация хорошая. Восемь лет назад овдовела. Двое детей. Живет с сыном, дочь переехала в другой город. Обычная биография обычного человека. Зацепиться не за что. Решившись, Елена встала, закрыла на секунду глаза, глубоко вздохнула и пошла к старушке. «Разрешите?» – постучала она в дверь. «Извините, что надоедаю, но мне нужно с вами посоветоваться, Алла Эдуардовна». Она снова поставила стул рядом с кроватью. Алла Эдуардовна безразлично повернулась к ней. «Моя племянница собирается поступать в торговый колледж. Говорит, мол, хочу быть товароведом. А у нас в семье отродясь не было работников торговли. Я хотела бы узнать, что это за профессия такая? Сложно ли? Может, отговорить девчонку пока не поздно?» «Профессия как профессия», – вяло ответила старушка. «Работа с товарами, сроками, годности, качеством. Обязанности зависят от конторы. Товароведы на таможне работают и в магазинах. Но не тяжелая работа. Девочка справится? А чего ж не справится? Сейчас все на компьютерах, в программах. В наше время иначе было. Мы с ведомостями по складам работали. «А вы во сколько лет начали работать в торговле?» Губы старушки слегка дрогнули. Елена заметила это и подумала, что, возможно, движется в верном направлении. В восемнадцать продавцом работала, потом уже в торговом отучилась. Товароведом стала. «Ого, так рано работать начали. Жизнь такая была нелегкая. Как же вас такую молодую, да без дипломов продавцы взяли? Мне мама рассказывала, что раньше строже было, государственная, да и должность материально ответственная. Свекровь помогла», – прошептала Алла Эдуардовна и заплакала. «Так это же хорошо, что такая свекровь вам досталась. Не всем так везет. Она-то хорошая, а я сволочь. Она мне столько добра сделала, а я чем ей отплатила?» «Чем?» – шепнула Елена, боясь спугнуть откровения старушки. Но та смотрела мимо нее и говорила больше для себя. Видно, накопилось столько, что держать себе было невозможно. «Я сама из деревни приехала. Хотела поступать, до экзамена провалила. Решила не уезжать, на завод устроиться. Там общежитие давали». На заводе с Колей познакомилась с мужем. «Коля меня старше на 15 лет, и муж за 30 перевалила. Тамара Михайловна, мама его, и не чаяла его женить, а тут он меня привел. Она же как дочь меня приняла. Как поглядеть, я и была ребенком еще 17 лет. Она сама в торговле работала. Вот и меня с завода забрала, да к себе пристроила. Водил игрушек универмага. Мол, работа чистая, не пыльная. Не взвешивать не надо, ни размера сверять. Потом в техникум помогла поступить. Коля хотел детей, и она сказала, пусть первообразование получит, чтобы без профессии не остаться. Видите, как родной дочери самого лучшего желала. Мы все вместе жили. У них квартира двухкомнатная была. В одной комнате мы, во второй свекры. Мне после деревенского раздолия тесновато, но привыкла. А потом друг за другом дети родились, сынок да дочка. Мы в очереди на жилье стояли. Года три оставалось до получения. А когда СССР развалился, и надежды наши рухнули. В шестером в одной квартире. Тяжко, но одеваться некуда. А потом свекру умер. Мы дочку к бабушке в спальню переселили. Чуть легче стало. Тамара Михайловна после смерти мужа сдала. Неопрятной стала, неаккуратной. Я бывала полы намою, а она суп разольет. Или кастрюлю борща сварю. Она попробует, говорит, соли мало. И как бухнет полбанки в кастрюлю. И все, вся кастрюля на выброс. В общем, стала я уговаривать Колю ее в дом престарелых отправить. Она-то не старая, как мне, семь из пять было. Но очень уж я хотела избавиться от нее. Год Колю уговаривала и уговорила ведь. Мне дури помогать надо было. А я против нее пошла. Как она смотрела на меня, когда мы отвозили ее. Алла Эдуардовна зарыдала. Мне этот взгляд до конца жизни не забыть. Коля каждую неделю к ней ездил. Я всегда еды домашней готовила, пирожки пекла. Он рассказывал, что она благодарит. Каждый раз говорит, что с женой ему повезло. А мне кусок в горло не лез после таких слов. Надо было забрать ее обратно. Но мы и ремонт уже сделали. Детей отдельно поселили. Не хотелось все обратно менять. И дети уже подростки. Я убеждала себя, что так всем лучше. Что ради семьи все делаю. Да только от себя не убежишь. Внутри все знала, что сволочь, я последняя змеюка подколодная. Ну и как жить с этим? А последние годы она мне снится начала. Смотрит, улыбается. Хорошая у меня невестка, говорит. Я от этих слов с ума схожу. И вот думаю, моя жизнь-то хорошо сложилась. Квартира мне досталась. Сын свой дом построил. И уговорил к ним переехать. Я квартиру продала, детям деньги поделила. К сыну переехала. Никогда по углам не мыкалась. Знаю, что надо искупить вину перед Тамарой Михайловной. А как? Нет уж ее давно. Побежала бы на могилу. Только прощения у живых надо просить. Вот я и решила, что сюда мне надо уехать. В ее шкуре пожить. Да помереть тут же. Искупить делом свой грех. Может, тогда встретит она меня там на небе и скажет, что простила. Алла Эдуардовна размазывала слезы по щекам, захлебываясь рыданиями. Елена достала из кармана успокоительное. Она теперь всегда носила его в кармане, дала выпить женщине. Обняла ее, долго гладила по спине, плакала вместе с ней. Что тут скажешь? Дать выплакаться, выплеснуть горе, все, что она может сделать. Вскоре Алла Эдуардовна стала затихать, задремывать, как ребенок после истерики. И Елена осторожно вышла из комнаты. Она сходила к директору, рассказала то, что удалось узнать. Директор связалась с сыном Аллы Эдуардовны, попросила экстренно приехать. А Елена поднялась на второй этаж и постучалась в комнату 24. Услышав приказ войти, открыла дверь. Валерий Леонидович, спасибо вам. Вы оказались правы. Алла Эдуардовна действительно самобичеванием занималась. Ясно. Откуда вы узнали? Вы ведь не общались? Наблюдение и логика. Как обычно, коротко бросил он. Интересно. А вы кем работали раньше? Сторожем на заводе. Ясно. Ну, спасибо вам еще раз. Елена вышла из комнаты. От бесед с Валерием Леонидовичем всегда оставался неприятный осадок. Его нежелание общаться, короткие рваные фразы, резкость побуждали быстрее закончить разговор. Но удивительно, глядя на старика, Елене хотелось пожалеть его. За колючестью скрывалась рана, тщательно оберегаемая чужих глаз. Так бывает с детьми. У отъявленного хулигана добрая душа, но он прячет ее от мира, потому что много раз был обижен взрослыми. Ему драться легче, чем дружить. Но стоит показать ему любовь, подарить безопасность, как ребенок раскрывается. Елена наблюдала это в детском доме, куда приходила волонтером. Своим чередом шли нварские дни, наполненные будничной суетой. Вот уже и первый месяц Нового года подходил к концу. Елену пригласила к себе Светлана Юрьевна. Елена Сергеевна. Начала директор, и Лена сразу почувствовала неладное. «Милочка, тут такое дело. Там наверху решили закрыть эту программу, ради которой выделили штатную единицу. Понимаете, о чем я? Меня увольняют? Сокращают. Ввиду отсутствия должности. Мне очень жаль, Леночка. Вы не проработали и года, но очень много сделали для наших старичков. Они ожили. Интерес к жизни появился. Врачи тоже отмечают, что самочувствие у них лучше, ложных вызовов меньше. Медсестры вздохнули с облегчением. Я пробовала объяснить, что вы нам необходимы, показывала, сколько вы сделали, но им не важно. У них эксперименты все тут». «Ясно». На глазах женщины блеснули слезы. «Мне тоже жаль. Я бы оставила вас, но платить нечем. Если оформить вас как медсестру, то придется выполнять ее обязанности, на беседы с бабулями времени не останется. А вы ценны именно в этом качестве». «Ну, не дают мне еще денег на одну единицу. Я понимаю вас. У секретаря документы. Ознакомьтесь, пожалуйста. До конца марта вы с нами, ну, а там вдруг что-то придумается. Хорошо. Кстати, Аллу Эдуардовну выходные забирают. Она, наконец, согласилась. Это ваша заслуга». «Мне Валерий Леонидович помог. Но открылась она вам. С ним бы точно не откровенничала». «Почему он такой угрюмый? Кем он был?» «Говорят, раньше был следователем, но потом ушел из органов и работал сторожем». «Больше о нем ничего не знаю. Сами видите, он не из разговорчивых. Это точно». «Ну, я пойду. Мне еще к Ларе Семеновне зайти. Она там фиалки пересаживает». «Да, конечно. И спасибо вам за все. Вы ведь свои деньги тратили на горшки, грунт, рассаду и даже ни разу не упомянули об этом». «Это ерунда. Мой муж хорошо зарабатывает. От этого не обеднеем». «Елена Сергеевна, простите мое любопытство, но почему вы пришли сюда? По вам ведь видно, в деньгах вы особо не нуждаетесь, могли бы найти что-то более интересное. Хотелось отвлечься. Мне врач рекомендовал». Уклончиво ответила она. «Понятно. Надеюсь, у вас получилось». «Наверное, да». Елена загрустила. Сейчас, когда расставание так близко, она поняла, что привыкла к своим старичкам. Ей нравилось вытаскивать их из корлупы, возвращать интерес к жизни, читать как книгу истории жизни, разбираться в причинах поведения. Она посадила дома фиалки и взяла на вооружение несколько рецептов, связала шарф. И все это благодаря обитателям дома престарелых. Ее интерес был искренним, и жаль, что придется уходить. Муж, видя ее подавленное состояние, пытался поднять настроение, говорил, что она сможет ездить к ним просто так. Руководство точно не против. Но что-то важное сломалось в Елене. Она поняла, как они чувствуют себя, попадая в радость. Они чувствуют себя ненужными, лишними в жизни. Жили-жили, а потом их должность сократили. У многих есть дети, но нет возможности ухаживать за пожилыми. Сейчас слишком быстрый темп жизни, слишком многое в ней нужно успеть. Время шло. Времени оставалось мало. Елена старалась сделать как можно больше. Заранее договорилась с директором, чтобы старичкам выделили место под огород и клумбы. Большинство раньше трудились на дачах, пусть и здесь применяют свои знания. Много им не надо, несколько грядок достаточно. Обещала заехать весной и привезти саженцы, рассаду, если потребуется. Привезла к Ларе Семеновне горшков и земли с запасом. Кому-то блокнот для рецептов, инструменты для работы в саду, интересные книги, шерсти, спицы. Хотя она и планировала приезжать часто, но мало ли как сложится. Телефонный звонок застал Елену на втором этаже. Сердце замерло, когда увидела абонента. «Когда долго ждешь звонка, минута за час идет». Ответила на звонок, побледнела и прислонилась к стене. «Что случилось?» услышала нахриплый резкий голос. «Все хорошо, Валерий Леонидович, просто голова закружилась. Сейчас станет легче. Зайдите ко мне». Он открыл дверь и, подхватив ее под локоть, завел в комнату. Усадил на кровать, налил воды в стакан. Не глядя на него, она взяла стакан, отхлебнула. Руки дрожали, громко сглатывая, сушила стакан и вернула старику. «Спасибо вам». «Что стряслось-то?» «Да так мелочи». «Из-за мелочи и так не переживают». «Говорите, вдруг помогу». «Не поможете», она всхлепнула. «Мы с мужем очень хотим детей». «А никак не выходит». «Мне уже 38-й год, шансов все меньше». «Мы несколько раз сделали эко». «Знаете, что это?» Старик кивнул, и она продолжила. «В кого-то с первого раза получается, а у нас три попытки мимо». «После каждой надо дать организму отдохнуть, а время идет». «Сейчас мне позвонили, сказали о плодотворении, опять не получилось». «В четвертый раз уже». «Но самое ужасное, что нас перенесли на конец очереди, а это очень долго, а мне скоро 38». Она достала успокоительный из кармана, выпила. «Простите, Валерий Леонидович, не хотел нагружать вас своими проблемами». «У меня своих уже не осталось», хмыкнул он. «Даже в магазин за меня ходят». Замолчали, думая каждый о своем. Через несколько минут Раков произнес «Люди рожают детей, любят, трясутся над ними. Думают, будет им в старости опора и радость. Внуки, большая семья». «Но это не всегда так бывает. Иной раз от детей одни беды». Елена затихла, боясь спугнуть откровения. А тот продолжал «Мы с Нюрой тоже очень хотели ребеночка. Она не могла долго забеременеть, а когда это случилось, плакали от счастья». Родился Лешка, слабенький был. Нюра с работы ушла, чтобы за ним ухаживать. А то день в садике, неделю сопли. Все для него делали, пылинки сдували, все самое лучшее у него было. А он чем отплатил? Вырос и наиглу сел. Опускался прямо на глазах, все из дома тащил, не работал. Я в милиции служил. Из какой грязи только не вытаскивал его. Неудобно было перед коллегами. А куда деваться? Несколько раз говорил, все, больше не буду помогать. А как случится, что-то к Нюра слезами обливается? Я снова прикрываю его зад. Мне стыдно было до жути. Я ушел из милиции, в сторожа пошел. Мужики все понимали, уговаривали подождать. Мне до пенсии несколько лет оставалось. Но я не мог больше. Нюра заболела от всего этого, слегла. Не встретили мы с ней старость вместе, умерла она. Но оно, наверное, и к лучшему. Хоть не видела всего, что потом случилось. А там только хуже. Дошло до того, что он кому-то задолжал много. Стали названивать, угрожать, счетчик включили. Он умолял помочь, обещал завязать с наркотиками. Я продал квартиру, закрыл его долг, а он пропал. Мужики помогли на завод охранникам устроиться. Пока работать мог, работал. Жил там же, на объекте. Но всему когда-то конец приходит. Я состарился, и меня попросили. Моей пенсии как раз хватает на то, чтобы здесь жить. Немного остается. Вот и вся история, Елена Сергеевна. Лена не знала, что сказать. Да более жалко этого старика. Никому не нужного, одинокого. Наверное, у него и друзья-приятели есть, но идти к ним стыдится. Своего сына стыдится. Хотя в чем его вина? В том, что любил. Валерий Леонидович продолжил. Не родимый Лешку. До сих пор бы моя Нюрочка со мной была. Старость вместе встретили бы. Хоть поговорить было бы с кем. Никто, как она меня, не понимал. Характер, сами видите, у меня не сахар. И знаете, что хочу? Губы его задрожали. Кашу манную хочу. Заплакал дед. Как Нюра моя варила. Без комочков. Негустую, чуть сладенькую. Он сутулился, как настоящий старик. Плечи его затряслись. Лена обняла его. Он откликнулся. Тоже обнял ее. И, спрятавшись в ее волосах, то ли по-стариковски, то ли по-детски плакал. Когда он выплакался, она усадила его на кровать, дала успокоительное. Вы ни в чем не виноваты, Валерий Леонидович. Ни в чем. Нельзя винить за любовь. Он кивнул в ответ. Она, боясь, что он и щетиница, как раньше тихо сказала, «Я варю вкусную манную кашу без комочков и с капелькой сахара». Муж говорит, что лучше, чем у его мамы получается. И племянник всегда просит сварить, когда в гости приезжает. «Можно я вас угощу?» Он опять кивнул. «Умру один, так хоть каши поем». «Спасибо». Через несколько дней она пришла к нему в комнату с мультиваркой, продуктами. «Буду варить прямо при вас, Валерий Леонидович. Пока из дома довезу, загустеет, а на кухне конкуренция из поваров». Достала из пакета цветастый фартук, повязала его и, напивая, занялась манной кашей. Валерий Леонидович сидел на кровати и улыбался. И этот цветастый передник, и женщина, готовящая еду, напевая песни, все это возвращало его в счастливое прошлое. Елена обернулась, заметила его безмятежное лицо и сердце наполнилось тихой радостью. «Ну, Валерий Леонидович, прошу к столу. Масла не положила, не знаю, сколько вы любите». Старик положил кусочек масла в дымящуюся тарелку и, пока оно таяло, сделал бороздки. Получилось желтое маслянистое солнце на белой глади. Размешал, взял ложку, чуть подул и, прикрыв глаза, отправил в рот. Елена замерла. Наконец он открыл глаза и счастливо улыбнулся так, что по лицу разбежались лучики-морщинки. Как у Нюры. «Как я их оставлю? На кого брошу?» Все чаще думала она по мере приближения апреля. «Никто не станет с ними возиться. Неужели нет выхода?» А выход был, как обычно, совсем рядом. За ужином муж сказал, «Слушай, мне одна мысль пришла. Думаю, тебе понравится». «М?» «Сейчас стало популярным спонсорство, меценатство. Судя по тому, что ты рассказываешь, у твоего приюта спонсоров нет. Думаю, моя контора не обеднеет, если возьмет шефство над ним, оплачивает твою зарплату. Руководство на ужин и с нужными людьми тратит больше, чем твоя зарплата. Как думаешь?» «Дима, это отличная идея», воскликнула она. «А думаешь, твои согласятся? Зачем им лишние заботы?» «Если правильно преподнести, то согласятся». «Я смогу убедить их, что это не затрата, а инвестиция». «Но мне надо, чтобы ты сперва обсудила это с директором». «Почему?» «Потому что, если все срастется, то мы снимем про это ролик, будем приезжать, возможно, брать интервью, повысим репутацию компании, доверие клиентов возрастет, фирма тоже должна получить свою плюшку». «Эх, ничего не бывает, просто так». «Да, но ты посмотри на это иначе. И дом престарелых, и старички только выиграют, если ты останешься там». «Дим, но если говорить о видеоролике, то, думаю, там не помешает поменять интерьер в комнатах», хитро улыбнулась она. Вот уж губа-свист начался. «На самом деле, думаю, это не так дорого выйдет. Тем более, можно делать по одной комнате в месяц. Поменять матрасы, купить одинаковые шкафы и тумбочки, занавески. Не нужно дорого-богато. Надо надежно и красиво. Пусть попроще, но зато удобно. Знаешь, у них как старые общаги. Кто что нашел, то и притащил». «Давай тогда так. Составь смету, сколько денег нужно на обустройство одной комнаты, плюс твоя зарплата, ну и, соответственно, сколько комнат в приюте. Потом я уже прикину, как поговорить с директорами». «Хорошо, посчитаю. Только, Дима, это не приют. Не говори, пожалуйста, словно о бездомных собаках. У каждого старичка своя история, иногда очень грустная. Это их дом сейчас. Окей, сентиментальная ты моя». Через неделю Елена шла к директору с предложением. Светлана Юрьевна встретила ее с улыбкой. «Леночка, вас-то мне и надо. Есть новости по вашему вопросу». «Да?» Вскинула на брови. «Неожиданно. Очень неожиданно. Я сама до сих пор в удивлении. В общем, это все Раков. Не знаю, что вы с ним сделали, но он изменился, рычать на всех перестал, со стариками немного общается. Какая-то человечность в нем появилась. В субботу я приехал за документами. Он пришел в кабинет и говорит, что за год, который он в радости живет, у него накопилось немного денег. Тратить особо некуда, разве что газеты выписывает, да по мелочи спускает. В общем, накопил он на четыре месяца вашей зарплаты. А еще с остальными поговорил, и они общими усилиями набрали еще. Все вместе на полгода примерно, представляете? Елена, торопев, смотрела на директора во все глаза, а та продолжила. Вот-вот, и я в таком же шоке была. Я ему давай объяснять, что не могу взять деньги, нельзя так. А он заявил, что если не возьму, то он сожжет их в комнате, а заодно и спалит все. Раков, он же, знаете, мужик суровый, боюсь, шутить не станет. Говорил, что не для себя это делает, а для общего блага. Я все выходные думала, как поступить. Леночка, вы подумайте тоже, не отказывайтесь сразу, ладно? На самом деле, это не самый плохой выход. И они ведь от души помогают, понимаете? Даже Клара Семеновна и та 300 рублей принесла. нет у нее больше, но все равно в общем деле участвовать хочет. Они воспитаны по-другому, у них общее благо важнее личных интересов. Они росли в другие времена. Понимаете, о чем я? Елена кивнула, наконец она начала приходить в себя. Светлана Юрьевна, сказать, что я в шоке, значит ничего не сказать. Я ведь их всех тоже полюбила, но такого точно не ожидала. Бросать их не собираюсь, но есть предложения, которые понравятся вам больше, и у них ничего забирать не придется. Она изложила план мужа, сделав упор на плюсах, все, как он объяснял. Перспектива обустроить дом престарелых, привести его в приятный вид, получить спонсорскую помощь, впечатлила директора. Елена переживала, что та не захочет участвовать в рекламе, но Светлана Юрьевна эту часть восприняла с еще большим воодушевлением. Не иначе, как сам Бог вас послал к нам, Елена Сергеевна. С вашим приходом все меняется к лучшему. После директора Елена поднялась на второй этаж, постучалась в комнату 24. Войдите. Валерий Леонидович, здравствуйте. А, Елена Сергеевна, входите. Светлана Юрьевна рассказала мне о вашем поступке. Спасибо вам огромное. Я впечатлена. Это вам спасибо. Что такое деньги без души? А вы и есть душа этого дома. Вы предпоследняя радость. Почему предпоследняя? Елена удивилась и откровенности старика, и этому эпитету. А последняя кто? Последняя это... Он поднял глаза к небу. Это там. Там, где встретишься со своими любимыми. Об этом втайне мечтают все, кто сюда попал. Валерий Леонидович, ну а что? Вам пока этого не понять, вы молодая. Я тоже раньше не понимал, пока здесь не очутился. А здесь времени много. Сиди, думай и жди. Надеяться не на что. Может, кого-то заберут к себе дети, как Аллу. Но одинокие, как я, в этих стенах и сделают последний вздох. Мне очень жаль. Ни к чему меня жалеть. Я в целом прожил неплохую жизнь. Не только плохое было в ней. Светлого тоже хватало. Раньше мир в целом был светлее, добрее. Хорошо, что вы это помните. Наверное, благодаря вам начал вспоминать. А то ведь зол на всех был, как пес цепной. А сейчас все чаще молодость вспоминаю. Со службы интересные случаи. Хотите, расскажу, как мы с Нюрой познакомились? Конечно, хочу. Только позвольте, чаю нам приготовлю. У меня в термосе шиповник заварен и пачку печенья из столовой стащила. Ну, значит, жизнь налаживается. Он выслушал ее новости по поводу спонсорства. Хмыкнул. Ну, я рад, что все хорошо сложилось. Деньги всем раздам обратно. Как знал, что могут не пригодиться. Все записал. Он вытащил из кармана Олимпийки сложенный лист. Помедлив добавил. Елена Сергеевна. У меня к вам еще одна просьба. Можно? Конечно. Раз уж эти деньги не потребуются, хотел попросить вас кремировать меня после смерти. Валерий Леонидович. Смысл прятать голову в песок и ждать, что смерть обойдет меня? Рано или поздно все умрут. Нет ничего хуже заброшенных могил. Унылое зрелище. Я и Нюру кремировал. В тумбочке урна стоит. А кто к нам придет, Елена Сергеевна? Кто будет подкрашивать ограду, полоть сорняки? Некому. Вот и меня кремируйте. Денег должно хватить. А если останутся, то купите сюда всякого разного. Горшки, журналы. Ну, вы лучше меня знаете, что нужно. Обещаете? Да, обещаю. Как все-таки паршиво уходить, не оставляя после себя ничего и никого? Будто и не было нас. Память останется. Память о вас и Нюре. Не все вспомнят добрым словом. Но как вышло уж, так и вышло. Около часа просидела Елена в комнате Ракова, а в конце он неожиданно попросил подселить к нему соседа, ежели поступит новенький. Скучно одному, говорит. События в доме престарелых радость закрутились стремительно. Те, кто мог самостоятельно передвигаться и был достаточно активен, с воодушевлением приняли новость о грядущих переменах. Мужчины, чьи комнаты располагались на втором этаже, сетовали, что до них перемены дойдут позже. Спонсоры решили обустроить сразу все спальни на первом этаже, а в конце лета заняться вторым этажом. В апреле, когда растаял снег, Елена и Аркадий Егорович, главный дачник дома престарелых, наметили место под огород. Составили список необходимого инвентаря, семян. Старик с нетерпением ждал, когда все высохнет и можно будет заняться посадкой. Нашлись желающие помогать ему. Перед домом престарелых решили посадить кусты и цветы. Директор смогла выбить небольшое дополнительное финансирование и доплату дворнику на летний период. Внешне здание оставалось таким же, как и раньше, серым, неприглядным, с фасадом, требующим ремонта. Но внутри закипала жизнь. У тех, кто мог самостоятельно ходить и работать, поднялось настроение. Глядя на них, и лежачие больные меньше ворчали. Хотя, возможно, это весеннее солнце так действовало на обитателей радости. Компания, где работал муж Елены, присылала журналистов, блогеров, фотографов. Запестрили публикации на городских сайтах, телевидении. Судя по отзывам Димы, руководство осталось довольно спонсорством. Это позволило им приблизиться к государственным проектам. Все нашли свой плюс в сложившейся ситуации. Елена припарковалась, привычно посмотрела в зеркало, поправила прическу, подкрасила губы. Вышла из машины и залюбовалась деревьями. На зеленых кронах стали появляться желтые пятнышки. Скоро осень. Надо же, она работает в радости почти год. Близится отпуск. Незаметно пролетело время. Что-то важное произошло с ней. Старички, их последнее пристанище, их тяга к жизни или, наоборот, желание скорой смерти. Какие разные люди, какие необычные судьбы привели их сюда. Елена полюбила их искренне, даже тех, кто ворчал без меры, даже тех, кто капризничал. Так мать может уставать от ребенка, злиться на его истерики, но любить не перестанет. Улыбнувшись своим мыслям, вдохнула свежий воздух и вошла в здание. Ее встретила непривычная тишина, и сердце тревожно забилось. Такая тишина могла означать одно. Кто-то из них ушел. Руки стали холодными, она сразу пошла к директору и молча смотрела на Светлану Юрьевну, задав взглядом вопрос. Раков. Валерий Леонидович ушел ночью. Женщина пустила взгляд, словно была виновата в том, что он умер. Слезы мгновенно брызнули с глаз. Как, Валерий Леонидович? Он же вчера еще бодрячком ходил, не жаловался, шутил. Не знаю пока как. Возможно, сердце. Егор Валерьянович говорит, он засыпал, как обычно, а утром не встал. Ушел во сне с улыбкой. Леночка, держитесь. Я знаю, у вас были теплые отношения. Можно к нему? Да, его еще не забрали. Еле поднимая ноги, пошла она в комнату 24. Сидела возле постели, пока не пришли за телом. Когда его вынесли, забрала из тумбочки урну с прахом Нюры. Он просил его кремировать, деньги оставил. Она вернулась в кабинет директора. Да, я знаю, он предупредил. Месяц назад зашел, сказал. Как чувствовал. Елена кивнула и пошла в комнату персонала. Надо взять себя в руки и пройтись по комнатам. Успокоить жителей дома, поддержать. Хотя больше всего в поддержке нуждалась она сама. После кремации Лена была в состоянии разбитой вазы. Ушла в отпуск, но делать ничего не хотелось. Лежала на кровати, щелкала пультом, вздыхала. Тоскливо смотрела в окно, листала в соцсети и рассматривала фотографии Валерия Леонидовича, жалея, что их немного. Когда-то все они уйдут. И забавная Клара Семеновна, и ворчливая Никита Викторович, и полуглухая Райда Максимовна. И это может произойти так же неожиданно, как с Валерием Леонидовичем. К этому невозможно подготовиться заранее. Сможет ли она провожать их? Хватит ли душевных сил? Наверное, она привыкнет, как привыкают врачи и сотрудники дома престарелых. Но сейчас эта первая потеря близкого подопечного выбила из колеи. Ленусь, не принимай так близко к сердцу. Он же старенький уже был. Рано или поздно все там будем, успокаивал муж. Знаю, Дима, я, наверное, даже рада за него. В последнее время он много говорил о Нюрочке, скучал. Я вроде и не особо переживаю уже, но сил нет. Ничего не хочется, только лежать. Такая апатия. Может, на море махнем? Я через пару недель отпуск смогу взять. Поищешь туры? Не хочу. Что, целый месяц на диване лежать будешь? Не знаю, посмотрим, но на море не хочу. Спать хочу. Через несколько дней Дима позвонил ей с работы. Я вызвал на дом врача. Девчонки из отдела дали координаты хорошего. Через полтора часа приедет. Зачем, Дим? Ты уже неделю лежишь, как бревно. Мне это не нравится. Может, у тебя витаминов не хватает или гемоглобин низкий. Сейчас можно сделать экспресс-анализ прямо на дому. В общем, жди я вызвал на 12 часов. Спасибо. В назначенное время позвонили. Елена встретила врача. Тот быстро провел осмотр, померил давление и уровень кислорода в крови. Взял кровь на анализы. Задал вопросы. Елена Сергеевна, вы сможете сейчас сходить в туалет? Простите. Я дам вам стерильную баночку. Помочитесь, пожалуйста, и сделайте тест. Он протянул ей плоский пакетик. Это же тест на беременность. Да, возможно, она и есть причина вашей слабости. Через некоторое время Елена вернулась в комнату. На щеках бороздки потекшей туши, а в глазах счастье. Две полоски. У меня две полоски. Поздравляю, Елена Сергеевна. При вниматочной беременности тест полоска отрицательный. Значит, мы ее исключаем. На самых ранних сроках тест тоже дает ошибку, но на сроки от четырех недель ему вполне можно доверять, даже если материал не утренний. Для верности я сделаю анализ ХГЧ, заодно и биохимию сделаем. Завтра утром заеду. Господи, мы больше десяти лет ждали этого момента. Неужели так бывает? Бывает, Елена Сергеевна. Все бывает. Медицина знает много поразительных случаев. Боже мой, боже мой. Она еле дождалась, когда уйдет врач, и тут же бросилась звонить мужу. Было слышно, как он еле сдерживает слезы. Я сейчас возьму отгул и приеду, Лен. Ты лежи, отдыхай. До его приезда она сделала еще три теста. Их в шкафчике в ванной было много. На всех две полоски. Приехал Дима. Они обнимались и плакали от счастья. Наконец успокоились и сели пить чай. Лен, я давно хотел предложить. Давай продадим квартиру и купим загородный дом. Я пару коттеджных поселков присмотрел, но не ездил еще. А сейчас, когда будет малыш, то свежий воздух еще актуальнее. Что думаешь? Хорошая мысль. Я тоже поищу интересные варианты. Ты какой хочешь. Обсуждая, споря, соглашаясь, они сошлись в едином мнении. Этой ночью они засыпали счастливые. Уже проваливаясь в сон, Елена вспомнила Валерия Леонидовича и сообщила ему радостную новость. Она была уверена, он радовался бы вместе с ней. Дмитрий настоял, чтобы Елена ушла из дома престарелых, мотивируя тем, что смерть подопечных вызовет эмоциональное истощение, переживание. Елена согласилась, понимая, что рисковать нельзя. Прощаясь, она обещала навещать старичков, подарила кучу подарков, обещала приехать с малышом. Возможно, зря они так переживали. Беременность притекала хорошо, кроме слабости в первый триместр других неудобств не доставляла, и в конце апреля на свет появился Артемий Дмитриевич Ильин. Три с половиной килограмма долгожданного, выстраданного и бесконечно любимого счастья. Еще до Нового года они переехали в загородный дом, продав квартиру. Обустроили детскую, обжились. Весны составили план облагораживания сада. Уложив мечного малыша в коляску, Елена взялась за лопату. Муж привез саженца яблони и груши. Женщина выкопала под них небольшие ямки, достала две урны с прахом. Высыпала содержимое в ямке, посадила саженцы, полила. «Я буду помнить вас, Валерий Леонидович, и Нюрочку помнить буду. Вы растите рядышком, обнимаетесь ветвями. Надеюсь, там на небе вы встретились и счастливы. Ваши деревца будут плодоносить и радовать нас. Все было не зря, Валерий Леонидович, и ваша жизнь прошла не зря. Вы еще принесете людям радость». Два воробушка слетели с забора, устроились на макушках тонких стволов и зачирикали. Елена улыбнулась, смахнула набежавшие слезы, села на крыльцо и завороженно смотрела на птах, а в коляске безмятежно посапывал сын. Я всем желаю счастья и обнимаю душой. Храни вас Бог! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok